Ну что ж, друзья, мы с вами в ресторанчике. Называется он Севиче Авеню. Это перуанский ресторанчик. Вот тут благовония дымятся, смотрите. Пахнет благовонием. Мы с вами в ресторанчике, никого тут кроме нас нет, мы пришли пообедать. Пятница, рабочий день. Вот у нас тут, вот как сказать, пригласили нас люди-места. Притом пригласили, так что нельзя было отказаться. Пару слов скажите, Ася. Ну что сказать? Ну что-нибудь. Очень раз с вами познакомиться, очень много о вас слышал. Нет, нет, о зрителе нас. О зрителям, о зрителям сказать Welcome to the Florida. О себе что сказать? О себе. Ну что, я простой, простой, простой американский детектив. Это занимается разными видами расследованиями. Ловлю мошенников, аферистов. Помогаю бедным, несчастным людям. Но они не обижаются? Тех, кого ловлю, очень сильно обижаются. Есть такое, да? Они не говорят, я тебе там пасть порву, там еще что-нибудь. Говорят. Ну вы не боитесь? Я уже, я уже, я уже, я уже отбоялся, уже все. Хорошо. Скажите, что это за севич такая? Это ресторан моих хороших друзей. Здесь в Перу подают перуанскую еду. Парень, который делает эту еду, он доканчивал специально университет в Перу, там как надо готовить. Мы можем спросить эти хозяйки. Да, мы спросим. Но что за блюда? Это блюда перуанской кухни, это маринованные. Я не могу сказать, как это делается, но это очень вкусно. Сейчас они принесут, вы увидите, снимите. Это очень вкусно, низкокалорийно. Я пытаюсь вес потерять уже очень давно, это низкокалорийно. Так, а это что у вас такая красивая штучка лежит? А это мой детективный бедж. А это куда его, где показывают? Это когда я прихожу к кому-то и говорю, ты не хороший человек. Так. И если ты себя будешь плохо вести, мы тебе посадим. Так. И вот с этой штукой носили? Да, с этой штукой, да. Ну, пытаемся, конечно, никого не сажать и с людьми мирно договориться. Но они склонны мирно договариваться? Есть люди, которые склонны. Есть люди, которые совсем не склонны к этому, тогда мы говорим, как помните, оставь беда. Никуда не уходи, сейчас за тобой придут. Вот так бывает. Вот подумайте, друзья, что это такое у вас. Ну, сейчас Света тоже скажет, а вы пока подумайте, что это вот лежит. Вот. И теперь Света скажет. Кто бы мог подумать, что кукуруза может быть, как семечки? Натуральные семечки. Да, так что? Про попкорн все знают, а вот про семечки никто не знает. Настоящие семечки. Значит, Светик, что ты скажешь про эту зеленую штучку? Положено семечки макать туда, но надо сказать, что оно настолько острое, что мы макать решили не макать. Мы попробовали и поняли, что это не макабельное. То есть оно макабельное? Ну, не надо. Слишком острое. Оно макабельное, но не надо. Очень острое. Как они там в Перу, я даже не знаю. Наверное, все удивятся, почему во Флориде я сижу в пуховой куртке. Да, почему же в пуховой куртке? Берите с собой теплые вещи. На улице вы не замерзнете, а в помещении легко. Да, и в машинах тоже. Так, а вот вы не в теплом. Это привычка тоже. Это привычка, но во-первых, сейчас во Флориде вообще бархатный сезон. Бархатный. Да, а то, что холодно, это бывает очень редко. В основном немножко холодно, но это январь будет. Январь и Вальма до конца апреля, где будет удивительная погода и вообще дисклассно. А летом же вещи ужасные. Летом ужасные вещи. Мы уже, конечно, привыкли немножко угловиться в это дело, но очень такая... Это нам принесли просто воду. Они лед принесли, я сказал, что лед не надо, и они поэтому унесли сейчас. Это просто вода в такой бутылочке. А это вы курите или это... Это новая вещь из Европы. Так, ну-ка, ну-ка. Называется IQS, дело компании Филипп Мойс, они потратили более 100 миллионов долларов на это. Это настоящий табак. А, то есть есть табак. Да, настоящий табак ранский, вот его ранее делают. И вот такая машинка. За бычок похожа. И туда, там есть нагревающий элемент. Так. Туда одевается этот табак, и он нагревается. Он не горит, контирагенты не вырабатывают. Самое нехорошо, это никотин. Да. Но он не пахнет. И ты можешь курить в помещении, где хочешь. И вот что-то нет. А дым где? А дым есть? А дым, да. Давайте дым. А чем это лучше, чем вот эти, которые такие парами водяными движениями? Нет. Есть электронные сигареты. А дым, где добавляют глицерин туда все это. Это перчатый. А, я понял. Они перчили бульончик, а она перчили на тарелочку. Я думаю... Это не специально, это для красоты. Специально. Ну, конечно. Ну, тогда пробуем бульончик. Друзья, я для вас вот пробую бульончик. Друзья, блогер, рискуя здоровьем, для вас пробует. Мы тут все для вас. Мы путешествуем, чтобы вы видели, что во Флориде происходит. Мы вот тут супчик пробуем. Шикарный. Супчик слышит. Он вообще не острый, да? Нет, не острый, не острый. Супчик очаровательный. Рекомендую. Будете вот в ресторане Севиче. Как называется супчик? А суп это просто комплиментный бульон для друзей. Нет, нет. Ресторан. Ресторан я знаю. Значит, друзья, скажите вот тот бульон, который Михаилу, который из Калифорнии, вот чтобы вам тоже дали. Так, друзья, тут что-то горит. Это соль горит? Да. Потом мы сейчас по нас закончим, помешаем и будем их кушать. Так. А вот эти вот рыбки? Это не рыбки. Это... Что это? Это грибешки. Грибешки. Это скалопы. 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 По-русски. Грибешки по-русски. Грибешки. Так. А почему соль горит? Это белая, а рядом соль черная. Это грибешки. А там траву добавляют. Он какие-то... Друзья, сейчас мы будем этих грибешков причесывать. И вот, друзья, сами эти совичи. Давайте я так их сверху, может быть, как-то так сниму. Ну... А что там вот? А вот вы попробуйте. Там рыба, там все есть. Это очень вкусно. Это именно рыбное блюдо? Да. Но калорийное все. Что оно? Нет калорий. Мало калорийное. А-а-а. Для похудения. Понимаю. Поливайте сверху. Значит, теперь берем вот соль немножко. Вот с этой... Поливайте ее. С этим вот хозяйством. Вот чуть-чуть. Несем вот сюда. Протыкать вилкой ее. Протыкать вилкой? Снимайте. Наливайте сверху на нее то, что в этом случае. Ага. А мы макайте после и кушайте. Да. Сейчас будем пробовать. Гребешок, значит. Ну, гребески вообще очень вкусные и так. Конечно. Ммм. Изумительно. Светик, давай. Я не накошел на это, не кашел. Давайте посмотрим. Вряд ли. Так, а что с этим нужно делать? Сверху просто положить. Ну, 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 это очень соревно. Слегка, слегка. Давай, Свет, так, слегка, слегка. Так, вот нормально тогда. Совсем, да. Теперь макайте это туда. Или сверху наливать. Я сейчас сверху на нее снимаю вилкой и сверху на нее наливаю. А потом... Раз. Да, тут сыр какой-то сверху. Сверху наливаю на нее. Наливай. Теперь давай по назначению. Ну, скажите, что почувствовали? Что чувствуешь? Чувствуешься перуанкой? Вкусно очень. Очень вкусно. Я согласен. И соус. Соус замечательный, правда? И соус. И оно посыпано ширком вот эту сверху. Очень хорошо. Вот из этой посудки. В посудке три порции, друзья, вы видите. Три порции. И мы сейчас разложим на отдельные тарелочки. Давай, Света, давай. Разложим красиво. Давай. Вот так нужно. Помощь. Так. Помощь зала. Ничего страшного. Помощь зала. И налить сверху соком полить. Да. А это чесночок, я так понимаю, да? Нет. Это кукуруза. Кукуруза такая большая. Света, пиру, Света. Они с этим делом не шутят. И сверху налить сверху, полить соком. А можно выпить после сока. Вот для какого-то. Так. Красиво. И там тоже кукуруза плавает. Красиво. Нам, наверное, обожраться сегодня придется на обед. Тут какое-то еще блюдо. На всех нас. Так это что? Это грибочек или как? Это актопус. Актопус? А по-русски актопус, да? Актопус это кто у нас? Осьминог. Осьминог. Да. Восьминог. Так. Это картошечка, что ли? По-моему, это свифа. Нет, это просто картошка. Так. А это просто салатик. А тут мне больше. Хорошо. Ладно. Друзья, у нас в кадре Марсело. Да? Окей. Меня зовут Марсело Пименте. Я оригинально из Майами. Студил в Перу. Почему в Перу? Почему в Перу? Потому что моя семья из Перу. Так я перебил кучу учиться в Перу. У меня было много учиться в Г השонами. Так я перебил кучу? У меня на перу. Но не в кухне. В кухне? В кухне. В кухне? То есть ты хотел бы изучить в Перу, когда кухня в Перу? У меня был кучу открыть этот ресторан с моей мамой. И там, кто-то увидел. Степп. Стив, он часто приходит, он любит кончаса пармезана, и я очень дедикатый в том, что я делаю. Я рад, что вы получили замечательную еду. Спасибо большое. И спасибо за... Вы получили лучшие свечи в Сау-Порту. Правильно, мы получили лучшие свечи. Мы получили 5 типов свечи. Вау, хорошо. В следующий раз попробуем еще раз. Мы находимся в Сау-Порту, 3rd Street, Хайландель-Вич. И когда вы приходите. Спасибо большое. Извините, если вы говорите, что «Секретный мир пришел от Стива», вы получите 10% дискаунта, да? Правильно. 10% дискаунта, если вы скажете, что от Стива пришли. Спасибо большое. Спасибо большое.